дорогие друзья всем здравия тела и ясности ума сегодня воскресенье и сегодня началась у нас та передача которую я готовил последние два дня мы с вами очевидцы и участники глобальных перемен на нашей планете нам посчастливилось получать уникальный опыт проходя испытания в этом мире и в это время многие печалятся и пребывают в состоянии постоянного или как говорят по-научному перманентного страха страх в умах большинства людей на планете за себя за детей за родителей за имущество и еще много много за что другое страх это именно то что делает человека рабом ибо страх рождается через концепцию должен концепцию должности я призываю всякого кто здесь и сейчас смотрит эту передачу отложить в сторонку свой страх и воспринимать сказанное далее как информацию которую каждый вправе использовать или не использовать разумеется все что сказано является моей точкой зрения не навязывает вам моего мнения не является призывом к действию но является пищей для размышления умов тех кто досмотрит эту передачу для большинства матерей дети являются самым ценным из того что у них есть в жизни ибо это основано в корневом алгоритме женщины как биологического объекта который предназначен в первую очередь именно для рождения потомство и сохранения здоровья комфорта и достатка в семье большинство матерей готовы отдать жизнь за своего ребенка и те кто реализует план тотального геноцида очень хорошо это понимают большинство мужчин видит свое предназначение в том чтобы передать сотворенное имя в наследие своим детям если нет ребенка то мужчины нет как таковой цели ради которой он совершает свои поступки и действия связанные в том числе защитой и добычей материальных ресурсов кроме того мужчины в большей своей массе заботиться и привязаны к своей матери которые часто имеют гораздо большее значение чем члены их семьи даже часто их собственные дети то что происходит в преддверии первого сентября является заранее спланированной и точно просчитанной акции которая началась еще летом когда пошли информационные вбросы относительно того что обучение будет дистанционным с первого сентября этими вбросами в социальное информационное поле была достигнута задача отторжения у значительной части населения дистанционного обучения как такового было много сообщений и обсуждений по официальным средствам массовой информации где и детишки жаловались и их родители высказывали негодование относительно дистанционного обучения заметьте официальные смы которые выполняют функции исключительно в рамках задач паразитов исполнители их планов идиотов которые в своей эгоцентричности жадности и страхи сами не ведают что творят понимающие порядочные люди давно уволились из официальных контор средств массовой информации таким образом было достигнуто желание большинства спящих отправить своих детей на очное обучение учебные заведения в самых разнообразных странах мира была произведена сознательная психологическая обработка социальных масс основная задача психопатов локализовать детей и их родителей по месту прописки в определенном промежутке времени а именно с начала сентября разумеется что не только дети и их родители а также как правило и бабушки с дедушками в это время принимают активное участие в этом процессе и как правило также присутствуют со своими внуками школы активно подготовили к началу учебного года и государево-чиновники в разных странах радостно объявили о том что дети могут ходить в школу без масок и перчаток и что даже не будет ограничения сидеть подвое за одной партой дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний неизлечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание одновременно с этим уже в июле в подконтрольных государством средствах массовой информации начали распространять слухи о грядущей второй волне коронавируса и о том что это вторая волна будет еще более тяжелой чем первая большинство разумных людей понимающих что коронавирус не опаснее сезонного вируса грипп сегодня не совсем понятно как же так власть нагнетает страхи и открывая точное обучение при этом без масок в школах как-то не очень-то логично получается но логика здесь совершенно в другом и все на самом деле более чем логично через несколько недель после начала учебного года в школах начнут случаться заболевания детей в тяжелой форме вероятно уж то уже не старой версии к вид 19 а новой версии вируса которая одинаково эффективно поражает и пожилых и молодых людей испытания этого вируса с успехом проведены на территории казахстана киргизии и других стран нас есть передача на канале где мы из киргизии с казахстаном в прямом эфире на связь следующим этапом будет объявлено о том что вводится эпидемиологический карантин и все дети школы которые контактировали между собой как следствие заболевшим ребенком тоже немедленно должны быть протестированы и обязательно разговоры о мобильных специализированных бригадах которые будут состоять из медсестры и военизированной охраны кто это будут там полицейские милицейские или какие там еще он не лишен смысла под благовидным предлогом сохранения здоровья детей реализовать такой план и внести необходимые поправки в законодательство дело нехитро и быстро реализуемое причем для большинства спящих индивидуумов это вполне обоснованное решение властей поскольку дети и их родители находятся в карантине по месту прописки то будет очень просто про чудо защиты всех детей и их родителей прямо по месту жительства обведение жестких карантинных ограничений не позволит большинству людей покинуть свои жилища в человейниках настоящее время было объявлено в разных странах относительно того что чудо защита вот-вот будет выпущена я уже молчу по поводу россии в которой она уже выпущена на самом деле компании астрозенека уже давно выпущено более 800 миллионов доз а на сегодняшний период эта информация на старое время вероятно количество готовых применению доз составляет уже более миллиарда все разговоры о том что где-то кто-то усиленно работает на изготовлением каких-то отечественных чудо защиты разных странах по моему глубокому пониманию является откровенной ложью целенаправленной не так давно где-то месяц полтора назад еще до анонса российской чудо защиты небольшая статья в смы и в российских о том что российская компания начинает производство никому не известная российская компания начинает производство совместно с компанией астрозенека это вот только улыбнуться только можно но под этим на самом деле следует понимать разумному человеку розлив жижи и упаковку с русскими буквочками ну или там с какими-то другими буквочками в зависимости от того куда чудо защита отправляется это по сути свои хаб астрозенека кто не знает это полностью подконтрольное детище психопата били так называемая оксфордская чудо защита по моему убеждению чудо защита уже давно и 1 разными названиями будет использоваться практически во всех странах мира причем скорее всего одновременно многие люди считают что чудо защита создана для того чтобы убить человека на самом деле это не так на самом деле чудо защита создана для того чтобы зомбировать индивидуума то есть полностью подчинить сознание физиологии человека системе искусственного интеллекта который будет оптимально использовать человеческие ресурсы разумеется что пожилые больные инвалиды наркоманы алкоголики и другие экономически бесполезные категории граждан будут утилизированы ну разумеется по мнению искусственного интеллекта там же чистая логическая система через нервные системы человека будут посланы команды на подавление иммунной системы вследствие чего человек скончается от совершенно естественных причин что не вызовет никакого подозрения у большинства спящего населения военные медики чиновники рабочие и другие здоровые люди не увидят никаких изменений в первое время после чудо защита некоторые почувствуют себя даже лучше после полного ввода в эксплуатацию систему управления на основе 5g технологий включая чудо спутники психопата илона все будет расставлено по своим местам и начнется самая интересная часть этого геноцидного планетарного балета зомбированные индивидуумы будут эксплуатироваться системой те которые потеряют эффективность будут уничтожаться также будет происходить полный контроль за функциями рождаемости через физиологии психологии никакие социальные услуги обслуживания будут невозможно без чудо защита и не будет ни наличных денег ни пластиковых карт ни собственности ничего либо еще к чему мы все так сегодня привыкли теперь вернемся к теме детей дети являются для системы самым ценным ресурсом как с тактической так и с биологической точки зрения именно поэтому дети не подлежат утилизации ну разумеется кроме тех детей которые являются инвалидами с хроническими заболеваниями искусственный интеллект на основе полученных данных из нервной системы индивидуумов будет принимать решение о том как использовать данный конкретный индивидуум пустить на запчасти то есть используя или использовать для производства потомства или использовать в качестве рабочей силы для добычи полезных ископаемых или для производства чего-либо как-то у нас уже некоторые заявляли относительно того что детям надо давать навыки а знание им ни к чему думаю многие слышали эту фразу из уст всем известного председателя правления зелененького банка касается россии я думаю таких деятелей в каждой стране достаточно немногие слышали про российского биолога профессора дениса реврикова который заявил что готовы генетические технологии позволяющие реализовывать продолжительность жизни человеческого организма до 500 лет разумеется не для всех и не для каждого также этот индивидуум заявил возможность деторождения от однополых существ или гомосексуальных браков 14 декабря 2015 года этот индивидуум денис ребриков выступил с публичным заявлением о достижении технологий по созданию специализированных людей фактически это редактирование человеческого генома под определенные профессиональные направления деятельности это проект евгеники в чистом действии придуманный братом нашего дорогого чарлза дарвина в далеком далеком прошлом веке запись этого выступления при желании вы можете найти в интернете фактически это обозначает что одних сделают умными других сильными третьих с повышенной выживаемостью в сложных условиях труда ну в том числе на урановых родниках в 2019 году вышло правительственное постановление за номером 479 от 22 апреля того 2019 года называется оно о утверждении федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на период до 2027 года с бюджетом программы 127 миллиардов рублей то есть практически 2 миллиарда долларов в программе задекларировано создание генетической базы данных биологических объектов читайте в переводе на простой язык людей в бюджет этой программы заложено создание прибора геномного секвенирования что позволит производить анализ индивидуума достаточно волоса даже или слюны на предмет всех особенностей конкретного индивидуума генетически в том числе предрасположенность к болезням склонности тем или иным пристрастиям эти данные будут внесены в управляющий базовый компьютерный центр искусственного интеллекта который собственно будет управлять всеми вакцинами понимая чипированными индивидуумами эти данные впоследствии будут необходимы для точного анализа и определения предназначения той или иной человеческой особи все это касается в первую очередь детей поскольку изменение взрослых особей более трудоемкой проблематичная задача взрослые особи будут отработаны и утилизированы думаю многие из вас смотрели фильм облачный атлас если не смотрели рекомендую просмотру там эта тема хорошо обыгрывается на тех особях которые исполняют функции обслуживающего персонала или как еще называют андроиды при утилизации которых из биомассы тел изготавливалось питание которым кормили их же соплеменников кажется фантастикой но теперь уже скорее казалось в прошедшем времени дорогие друзья в процессе написания вот этой статьи которую сейчас я вам рассказываю каждый раз когда я смотрел на часы были показаны парные цифры да и статью это как многие из вас уже знают из тех кто на этом канале давно пишет не мой ум вы можете относиться к тому что сказано именно так как вам подсказывает ум или сердце это выбор доступен каждому индивидууму многие спрашивают снова и снова владимир а что делать и как быть а я отвечу на этот вопрос очень просто всевышний в каждом из нас это что вы будете делать вне зависимости ни от чего является правильным и своевременным все что можно пожелать каждому так то не бояться делать что по силам каждому нет универсального решения каждый здесь для того что решено еще до того как он родился кто-то уйдет из социума к земле кто-то будет сопротивляться с оружием или без оружия в руках кто-то будет митинговать кто-то подчиниться системе кто-то будет инструментом системы на все воля творца и у каждого свой сокровенный путь я могу сказать как как и как бы я поступил но каждый поступит так как он поступит чем далее от человейников к земле уйдут просыпающиеся и уведут своих детей из этого закипающего котла тем больше вероятность того что наше общее будущее после уничтожения системы будет благостным уйдут те кто не убоится расстаться с иллюзорным комфортом своих человейников те кто любит себя те кто любит окружающий мир потому что любят себя те кто не убоится начать новую жизнь вне системы многие говорят что система будет искать и уничтожать пишут в комментариях очень часто нет это не так и по двум причинам первое всякая система и основная всякая система построена на балансе этот мир дуален и нет возможности по вселенскому закону нарушить этот баланс это нерушимое второе это уже для умов объяснение при выходе из зоны действия человейников зомбированные будут выходить из под системы контроля и понимать что с ними что-то случилось нехорошее поэтому исход надобно совершать подальше от городов те зоны где нет системы сотовой связи человечество ждут 10 очень сложных лет но они необходимы тот кто преодолеет свой страх и лень будут основой нового человечества нового социального мироустройства сама система будет уничтожена это неизбежный конец ожидающий любую систему которая стремится к идеальному контролю основа этого мира спонтанность для более глубокого понимания значения этой концепции советую посмотреть видео на канале с одноименным названием спонтанность заключение еще раз призываю всех и каждого не беспокойтесь друзья освободите себя от страха жизнь вечно и бесконечно тела меняются наблюдение не уничтожаем а вечно и бесконечно ибо является бытием в котором жизни случаются всевышний поставил всех и каждого и перед принятием главного решения и это решение каждого является определяющим ибо нет у бога рук кроме наших друзья последнее время приходит сообщение относительно того что нет возможности скачать видео на и предыдущие скачиваются последние тематически не скачивается а также приходит сообщение относительно того что появилось много помех у некоторых и невозможность просмотра видео для этого создан резервный канал в телеграме и сейчас идет создание независимого сайта на отдельном независимом сервере на экране рядом с моей фигуркой стушкой вот здесь вот есть ссылки на телеграм-канал и телеграм-чат а также это есть в описании видео там можно нажать и просто присоединиться чтобы тут не перепечатывать все отсюда присоединяйтесь к телеграм-каналу прямо сейчас ибо мы не знаем что может быть уже завтра ибо на все воля творца здравие тела и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание а